Движемся дальше и переходим в Джанкой. Там сотрудники Крымской железной дороги взяли за восстановление вокзала и его инфраструктуры. На это уже выделено 4 миллиона рублей. Я думаю, что это очень хорошая новость, потому что вокзал, ну действительно, там был не очень в хорошем состоянии, а как известно, это ворота Крым, ворота вообще каждого города. Ну и можно сказать, даже, наверное, это громко и Крым, а каждый, кто приезжает туда, обращает внимание. Конечно, и поток же людей там какой огромный. А самое главное, что подрядчик взялся выполнить все поставленные задачи, все работы за 60 дней. Обещания, конечно, многообещающие, извините за тавтологию, тем не менее, ну прям многие люди вдохновлены. Была такая разруха, а теперь все изменится и прям за 60 дней, за 2 месяца. Ну, ты знаешь, то же самое можно отнести и к другому культурному объекту, который называется Максимова дача. О том, какова его судьба, я думаю, более подробно расскажет уже наш корреспондент Татьяна Балыкина, которая там недавно побывала. Бассейны, пруды, необычная архитектура, а вокруг сотни деревьев. Сегодня увидеть это место таким можно только на старых снимках и в кино. Доки на территории нынешнего севморзавода строились с того камня, который здесь добывался. После того, как док был построен, деньги все были оправданы, израсходованы, вот этот карьер был подвергнут благоустройству. Благоустройством занимался архитектор Валентин Фельдман и сотрудники Никитского ботанического сада. За несколько лет территория пустынной хомутовой балки превратилась в уникальный усадебный комплекс с ландшафтным парком. Это было не только излюбленное место севастопольцев, но и частная собственность городского головы Алексея Максимова. Отсюда и название Максимова дача. Более полутора тысяч реликтовых растений со всех уголков полуострова. Особая система полива и орошения. От былого великолепия остались только обрывки истории. Мы сейчас стоим возле такой емкости бетонной, которая снаружи обложена диким камнем. Сверху сделан ажурный мостик, а внутри проложен водопровод. То есть мы до сих пор видим там труба, причем с резьбовым сочленением, которое сохранилось с времен Максимова. Территория парка больше 80 гектаров. Все разделено на ландшафтные зоны. Видно, что проект был продуман до мелочей. Здесь был дом Максимова, здесь были винодельня, целый винзавод у Максимова был. Были виноградники, разбитые на этих склонах. И были площадки отдыха. Интересно, что в дизайне архитектор использовал образы природных памятников Крыма, которые все еще можно распознать среди руин. Здесь можно увидеть зубцы и петри, здесь можно увидеть дырявый мыс Мангуб-Кале. Здесь можно увидеть очертания Чуфут-Кале. Все это архитектор выложил вот из этого дикого камня, добытого здесь же в карьере. За время существования парк пережил революцию и две войны после 1920-го. Здесь нашли приют-беспризорники, а во время Великой Отечественной был военный госпиталь. Подземные укрытия использовались во время бомбардировок, но здесь раненые бойцы с передовой проходили лечение, либо перед эвакуацией на Большую Землю, либо перед возвращением на боевые позиции. В 1942-м при бомбежке погиб врач госпиталя Долидзе. Его могила единственная именная, все остальные захоронения братские. Рядом с памятником гостевой домик, точнее то, что от него осталось. В начале 90-х его дважды пытались отреставрировать. Архитекторы сделали такой проект, что следы попадания снарядов, осколков авиабомб, здесь вырубали, вычищали, потом сюда должны были вклеивать камень. Должны были, но проект заморозили, а парк облюбовали вандалы. Потомкам они оставили следы от костра, горы мусора и неприличные надписи. Сейчас сложно поверить, но чуть больше ста лет назад все эти бассейны и фонтаны работали. На концертных площадках звучали духовые оркестры, местные устраивали поэтические вечера и отмечали праздники. После смерти Алексея Максимова долгое время усадебный комплекс и парк оставались бесхозными. Теперь территория принадлежит государству. Реконструкцию планируют начать в 2020 году. На ремонт исторического памятника выделили порядка 600 миллионов рублей. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня.